Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видите, разработчики выложили новую рулетку. Главная награда, средний танк 7 уровня, коллекционный СВЭЙ. Что это за машина, мы с вами обязательно обсудим, выкатив его из ангара. Данная тачка у меня на основе есть, поэтому крутнем рулетку буквально пару раз, чисто ради интереса, не более того. Что касается ценникам, если прокручивать будете на полную, а здесь есть 11 прокрутов, то потратите 10 030 голды. Ну вот как раз вот эта вот 30 и завышает ценник выше 10 косарей. Что касается прокрутов, прокруты до 9 уровня включительно, то есть если не будете прокручивать 10 и 11 прокрут, суммарно обойдутся вам в 5280. И в целом, если данная 7 выпадет вам, ну приблизительно до 8 прокрута включительно, то я бы сказал, что вам довольно-таки выгодно себе машину заберете. Ну а что касается дальнейших прокрутов, то понятное дело, что десятку данная тачка не стоит. С другой стороны, здесь есть некоторые дополнительные вкусняхи, а именно 7 дней према, что является ценностью на сегодняшний день в игре. Есть X5 в количестве 10 штук на любые тачки и есть, между прочим, два довольно-таки неплохих обвеса. Хранитель неба, который мне очень сильно нравится и D2, который подходит практически на любую машину. На любой тачке пулемет спаренный, смотрится действительно прикольно. Что касается шансов выпадения. Ну понятное дело, что на саму машину шанс выпадения один из самых маленьких. Второй такой же по шансу выпадения является хранитель неба. Ну и что касается нашего D2, то на него шанс выпадения выше, но все равно, грубо говоря, четверть процента. Согласитесь, не так уж и много. Все остальное, ребят, с разными шансами выпадения. В частности, допустим, тот же самый анимированный аватар, который ложит сейчас в разного рода наборы. Есть 50 серебром, которые вы можете забрать, играя на одной из машин, которые плюс-минус фармят. Сделайте нормальную победу и, в принципе, 50 тысяч ваши. Ну и что меня действительно еще порадовало, так то, что здесь есть бустеры и они эпические. А не какие-нибудь там нищебродные самого нижнего уровня. Ладно, давайте крутнем пару раз данную рулеточку, чисто ради интереса. Ну а потом возьмем свея и на нем запрыгнем в бой, для того, чтобы посмотреть, что это за тачка. Абсолютно честный обзор на свея на канале уже есть. Я добавлю ссылку обязательно в описании. Если вдруг вам интересны дополнительные катки из-за цен технических характеристик, то, милости просим, заходите, посмотрите. Глядишь, чего-нибудь дополнительного интересного увидите. Ну что, еще один прокрут. Скорее всего, опять что-нибудь упадет нищебродное. Нет, ребят, слушайте. Упали X5 в количестве 10 штук. Я очень сильно удивлен. А что у нас по дальнейшим шансам? На свея шансы поднялись в два раза. То же самое касается Хранителя Неба. Что касается всего остального, то, как я понимаю, дальше мне, скорее всего, упадут либо кредиты, либо бустеры. По большому счету, ни то, ни другое мне не надо. У меня этого добра достаточно. Но сугубо из уважения к вам и для того, чтобы показать ваши шансы на то, чтобы что-то достать, крутим третий раз просто для ровного счета. Но больше чем уверен, что жира какого-то мне сейчас навряд ли упадет. Ну вот вам, пожалуйста, 2000 свободного опыта. Мне кажется, что явно не стоят они целых 100 единиц золота. Три прокрута сделали. Я думаю, что этого больше, чем достаточно для того, чтобы понимать плюс-минус шансы. Но, как я говорил, если свея у вас нет и вы хотите за него побороться, то в целом где-то до 6-го, 7-го прокрута можете делать абсолютно спокойно. В конце концов, глядишь, или Хранитель Неба заберете, или D2. Ну а что касается самого свея, если он вам за эти прокруты не выпал, то уж однозначно не стоит дальше играться с судьбой и дальше продолжать сливать голду. Как я уже сказал, я не считаю, что полный прокрут данной рулетки действительно стоит 10 тысяч золота. По большому счету, свей, если его брать за голду, я бы оценил, ну максимум, максимум, ребят, в 3,5, ну пускай в 4 тысячи золота в голом его состоянии. А он и есть голый, потому что внешний вид свея вы поменять не можете. Это его уникальный внешний вид. И точно так же, как на том же самом Крушителе, Могильщике, или, я не знаю, там, Франкенштанке, вы не можете поменять его внешний вид, вы не можете надеть на него какую-нибудь каму и так далее. Что касается характеристик машины, то она абсолютно ничем не уникальна и ничем не примечательна. Да, у нее нестандартный абсолютно внешний вид, у нее обалденные симпатичные гусеницы, точнее, траки гусениц, выходящие за пределы катков. Это действительно красиво смотрится в бою, когда ты перекатываешься. Но игровые качества машины, я бы сказал, что не настолько хороши, за которые стоило бы погоняться. Я вот сейчас слился, блин! Слился, просто как последняя лошара. Да, есть такое. Боем взорвался, меня гуслянули, меня начали разбирать. Хода назад у машины практически нет. Это действительно была моя ошибка. Но, коли мы снимаем абсолютно все честно, вырезать ничего не будем, досматриваем данный бой. Я хочу досматривать данный бой именно от лица Титана, крайне нестандартной машины с дополнительной механикой. Ну и дальше опять возьмем тачку и опять поедем в катку. Итак, друзья, бой закончился просто умопомрачительным поражением. Вот этот вот диз, он абсолютно полностью заслужен. И в подтверждение того, что я сам понимаю весь свой косяк, я, наверное, сделаю даже вот так вот и сам себя дизну, потому что отыграл просто-таки ужасно. Да в целом, ребят, вся команда слилась, поэтому, слава богу, хотя бы не один я, хотя меня это абсолютно не оправдывает. Берем машину, закатываемся еще в одну катку. И да, друзья мои, я ничего не вырезаю со своих обзоров. Я мог бы сейчас перезаписать, я мог бы сейчас перейти на другой аккаунт, сказать, что у меня на основе есть, но я хотел бы поиграться все-таки у себя на твинке, с тем, чтобы попытаться свое себе получить, и там заново несколько раз прокрутить рулетку, но нет, друзья мои, я этого всего делать не буду. Просто потому что политика канала, это все-таки что-то сталое и что-то фундаментальное. А значит, если буду подпиливать собственный фундамент, то тогда и грош цена всему, что я рассказываю. С Вэй машина интересная. Он действительно плюс-минус подвижен. У него крайне доброе и добротное время сведения. У него очень хорошая точность. Да, у него пускай не какая-то супер-мега-альфа и нет брони, но все-таки чем-то приходится порой жертвовать. Если вам нужна машина, на которой вы будете с легкостью брать знаки классности, то СВэй вам подойдет. Объясню почему. Дело в том, что СВэй не пользуется абсолютно популярностью среди игроков. Соответственно, на него планка не задрана в отношении необходимых результатов для получения знака классности какой-либо степени. Короче говоря, машина в целом довольно-таки неплохая для тех ребят, кому нужна тачка недорогая. Но опять-таки, она будет для вас недорогой только если вы сможете выбить ее, грубо говоря, за первых несколько прокрутов. Тогда вы на халяву получаете себе коллекционную машину, которая будет вас, соответственно, радовать, потому что вы за нее практически ничего не заплатили. Ну а вот если вы все-таки будете крутить на полную, то вы в итоге получаете за 10 косарей, да, несколько обвесов, да, дополнительных плюшек в виде серебра и так далее, но при этом всем не самую крутую тачку на своем уровне. Так, продавливают нас. Продавливают. Двое ребят пасут задних. Я так понимаю, что сейчас мы опять отхватим трындюлей и отправимся в ангар. Время перезарядки очень приятное. Как на меня, для среднего танка очень даже неплохо. Ребят, может вы бы там как-то, я не знаю, помогли что ли, подъехали, сделали чего-то в конце-то концов. Угол склонения орудия, кстати, ребят, тоже очень приятный и помогает отыгрывать на неровностях, в частности, пытаясь отыгрывать от башни. Башня довольно рикошетная, несмотря на то, что какой-то мега-супер брони в башне нет, при этом всем она, на удивление, довольно часто танкует. Так. Но. Погорячился. Можно было сейчас не рисковать. Отходим. Ну что, доберем товарища или не успеется? Да что ж такое-то? А где союзники? Опять нет, опять сбежали. Отправься в ангар, пожалуйста, милый друг мой, ты мой любезный. Ну и теперь надо нам немножко с вот этим товарищем пободаться. Но я больше чем уверен, что все шансы его разобрать. Сейчас, правда, должен союзник подкатить, такой, типа, приехал помогать. Нет, не приехал и не помогать. Ну да бог с ним. Вроде бы и сами разобрались. Здесь 4 фрага на нашем счету. И, как вы видите, если на свея вы не взорвались прям вот совсем неудачно куда-нибудь на направлении, на котором вас не очень приветливо встретили, то результаты, они будут. Вы сможете реализовать данную машину. Ехать куда-то мне сейчас абсолютно бессмысленно. Я никуда не успею доехать. Если Т-29 сейчас не доберет кого-то, а он больше чем уверен, что не доберет, то мы проиграем. Но, ребят, заценить машину мы смогли. Броня. По нижнему бронелисту, по переднему бронелисту, там вообще ничего нет. Там пробивают. Но если вот, как в этом бою, будете отыгрывать от какого-нибудь холмика и будете прятаться, то башня вас порадует своими рикошетами однозначно. 2774 единицы урона. Я получил какое-никакое удовольствие от боя. Немножечко остался осадок от первой катки. Но не без этого, друзья мои. Что касается результатов по фарму, то все у вас перед глазами. Можете поставить на паузу, посчитать, что там куда было, бустеры, что на себя затянули. Ну, а что касается снаряжения и пополнения амуниции, то не так уж и дорого. На седьмом уровне я считаю, что цифра в 15 тысяч, или там в 16, да, получается. Вполне себе даже приемлемо. При этом всем, если будете без прем-аккаунта играть, то 73 тысячи точно за такие же результаты получили бы мы. Ну, а что касается нашей результативности по команде, то вот вам, пожалуйста, первое место в команде по урону. Не очень хорошо отыграли союзники в целом. Ну, и, соответственно, это стало причиной нашего поражения. Мне кажется, что мы в этом бою сделали все необходимое для того, чтобы здесь была все-таки победа. Крутить рулетку или не крутить, определяйтесь сами. Мое дело показать машину такую, какая она есть, показать все абсолютно честно, ничего не вырезая. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в комментариях! Продолжение следует...